Приветик всем! Снимаю видео о прочитанных книгах, но и о непрочитанных само собой тоже. Да, с чего бы начнем? Начнем с самого-самого дна. Я уже почти выучила фамилию этого автора Сигурдар Дортир. Водьба получилась. Короче, книга называется ДНК. Меня хватило страниц, наверное, на 50. Настолько это нудно, читать просто невозможно. От слова совсем. Следующее произведение уже классика. Хотелось познакомиться. Шарлотта, Бронте, Виллет. Прочитала я 300 страниц и все. На этом бензин кончился. Я не буду говорить, что написано плохо, потому что это, знаете, это, мягко выражаясь, будет неправильно. По всей видимости, произведение, на самом деле, очень достойное. Но оно не для меня. Героиня мне почему-то напоминает Джей Нейль. Это неплохо, просто это неинтересно. Одного типажа вполне достаточно. Зачем еще? И сюжет очень скучный. Все это хождение вокруг да около, плутание в трех соснах. Наверное, в этом есть, конечно, своя прелесть. Но я не оценила и прощаюсь с этой книгой. Без всякого сожаления. Следующая история. Дэниэл Коу. Подражатель. Вообще не смогла читать. То есть, я не знаю. Ну, дежурные, говорю, 50, может быть, 60 страниц от силы. Я очень сильно расстроилась, потому что куплена была эта книга, потом вышла в мягкой обложке. Ну, меньше бы денег улетело в пустую. Ну, как-то обидно. Вообще не советую смотреть в сторону этого произведения. Это очень мутная вещь. И я бы даже не сказала, что она специфическая. Она какая-то заезженная просто. А вот теперь, что касается специфики. Убить Пифагора Маркос Чикот. Или Чикот. Не знаю, как правильно говорить. По-испански будет. Испанский автор с пометкой 18+. Книжка такая аппетитная, толстая. Я думала, это будет все так классно. Ну, вот опять финалист премии «Планета». Ну, не идут у меня отношения с премиальными книгами. Не смогла я это читать. Тут как бы идея такая. Я с завязкой ознакомилась и все. И закрыла. В общем, время Пифагора. Вот ученики его и один из учеников погибает. Как, что, кто убил, почему. И вот по всей вместе потом будет расследование. Я как-то сразу для себя пометочку сделала, что мне такой коленкор не интересен. И читать я это совершенно точно не буду. Следующая разочаровашка – это «Люсинда Райли. Лавандовый сад». Красивое очень оформление. Прям не налюбоваться. В начале мне показалось, что это гениально. Но когда я прочитала где-то 70 страниц, я закрыла книгу, потому что сюжет как-то резко свернул. Для меня не в ту сторону. Мне такое неинтересно. На этом, я считаю, знакомство с автором закончено. Больше ничего покупать не буду. В чем дело, я не хочу рассказывать. Это будет уже спойлер. Потому что я знаю, что очень многие трепетно относятся к этому автору. И, конечно, захотят познакомиться и с этим произведением. И, в общем, чтобы не портить картину, я просто скажу, что это не мое. И все. И как бы так. Симпатичная обложечка Дарья Часовая. «Люблю жену лучшего друга». Мне кажется, обложка вообще просто зачет. В общем, что я читала? Здесь написано продолжение книги «Фиктивный муж». Книгу «Фиктивный муж». В общем, она мне категорически не понравилась. Я ее практически сразу забросила. А здесь меня хватило аж на целых 148 страниц. В общем, в принципе, читать можно. Значок вот этот вот 18+, он говорит не о том, что тут сцены. Их на самом деле вообще здесь нет. Это просто потому, что тема взрослая. Знаете, из серии «Хочу иметь жену друга», «Тираюсь возле нее». А меня муж ее как муху периодически гоняет. Пошел отсюда, знаете. А что жена? Ну, она как по классике жанра, знаете. Козой валдайской прикидывается. Вот я не я, лошадь не моя, ничего не знаю. Не понимаю, в чем дело. Вроде дура дурой. А на самом деле все очень хитро. Такая ситуация, она концентрирует внимание мужа целиком на ней. И то есть есть самое... Это самая лучшая гарантия того, что муж не пойдет налево. Потому что, судя по описанию, он вообще склонный к этому делу товарищ. Но жена настолько, как это сказать, популярна, что он... Да, не пойдет никуда. Ну, это вот все, что я умудрилась выцепить из этих 148 страниц. Может быть, дальше что-то другое следует. Я без понятия. Но в любом случае я решила для себя, что мне неинтересно, что будет дальше. Поэтому на вылет. Книга, от которой я, наверное, чего-то ждала, не знаю чего. Маруся Рябова «Раскламление» или «Магическая уборка» по-русски. Ну, что тут? В общем, автору стоило в предисловии написать. Если вам лень читать про книгу, там, про «Флайледи», про «Магическую уборку» Мариконда, не парьтесь. Я вам тут в двух словах перескажу, как сумею. Ну, произвольно, потому что это все-таки типа как моя книга. Ну, в общем, вы поняли, да? Покупать не стоит вообще категорически. Полное барахло. Дальше «История 18+, Алекс Д. Лана Мэйр. Скандальный роман» – это типа такое название. Я так понимаю, это вот два автора вместе. Что касается этого Алекса, по-моему, в прошлый раз я... Или, в общем, в прошлые какие-то там прочитанные книжки. Я показывала вам книжку офсайта. Это просто жуть и кошмар. И вот вторая книга этого автора, с которой я ознакомилась. Я не смогла это одолеть. В общем, это скучно, мерзко. И не потому, что, знаете, здесь какие-то жуткие сцены 18+. Нет. Просто в повествовании все очень уныло, цинично, так, знаете, бесцельно, безысходно и пошло. Вот в самом широком смысле этого слова. Тут нет вообще ничего, даже страсти той нет. Ну, так, знаете, возня какая-то, потому что скучно и все. Главный герой – гаденыш, которого хочется убить сразу же, прямо на первых страницах. Герения тоже непростая. Ну, та еще жучка, знаете, пристрелить – милое дело. Да, и это, наверное, все, что я могу сказать. В общем, я попытаюсь приложить максимум усилий для того, чтобы в дальнейшем, наткнувшись еще на какую-нибудь книгу от этого автора, я думаю, что их вагон и тележка, не вестись на это и не покупать очередную историю, которая также пойдет на вылет. Я уже просто уверена в этом, потому что мне совершенно не нравится, как пишет этот автор. И непонятно, кстати, для кого. Стена тишины Трейси Бьюканон. Или Бьюканон. Наверное, так будет правильно. Ну, в общем, не то, чтобы я очень много понимала в детективах и в триллерах, но в данном случае, мне кажется, вот правильно будет отметить, что вот это дело вообще не стоит внимания. Автор дает, знаете, интригующее начало. А дальше – обрыв. Падать можно, а смысла нет. И категорически неинтересно. Что касается героев, то здесь нет вопросов – нравится, не нравится, потому что они никакие. И все, что с ними происходит, это тоже никакое. В общем, мой предел в освоении этого материала – 80 страниц. И все. Далеко-далеко. А теперь уже с тем, что прочитано. Как всегда, от худшего к лучшему. Арис Мердек под сетью. Я прочитала, мне не понравилось. Я не могу сказать, что плохо, ну, не мое просто. Я прочитала без усилий, но оставлять не буду. Она по настроению напоминает… Она такая же, как и «Черный принц» или там «Море-море». Но в ней изюминки нет. А для того, чтобы оставить книгу на полке, изюминка – это главное дело. Ну, как мне кажется. Какой смысл оставлять все одинаковое, все об одном и том же. Поэтому с книгой я прощаюсь. Ну, опять-таки, это просто субъективное мое такое восприятие. Я больше всего люблю Арис Мердек «Черного принца». Хотя я знаю, что куча народа со мной не согласится и скажет, что «Черный принц» – это далеко не самая сильная история. Ну, ладно. Арис Мога «Зависимость» – это вторая книга. Продолжение. Первая называлась «Соблазн». Я вам про нее рассказывала. Я не знаю, на самом деле, это диалогия или нечто большее. Но даже если писанина продолжится, я в этом деле участвовать больше не буду. В общем, первая книга меня заворожила. А вот вторая. Такое впечатление, что она написана для того, чтобы рассказать, что первая на самом деле отстой. Тебя просто обманули, и ты повелась. На самом деле отстой. Поэтому изначально я думала, что первая книга как-то по-любому останется на полке. А сейчас я уже и не знаю, честно говоря, не уверена. В первой книге вот этот вот мачо, этот главный герой, он, знаете, как-то очаровывает. А вот во второй книге «В зависимости» он уже вызывает икоту. Начинаешь читать, и вроде появляется такая надежда на перспективу, когда по сюжету появляется новый мужик. Но автор, показав его и подразнив нас, он как-то, она решила, что фиг вам, обойдетесь без нового. Есть у вас уже тут хорошо знакомый, помешанный, вуаля, и так сойдет. Ну, а в конце так черкануло, что тот мужик вот этот вот с надеждой на перспективу, он на самом деле вообще ни при чем. Он так покурить вышел, прости, забудь. В общем, история на вылет. Вторая книга крайне неудачная, омрачила впечатление от знакомства с первой. И я думаю, что я попрощаюсь с этой историей. В общем, до свидания. Следующий, что это у нас, триллер «Детектив». «Танцующие девушки», не знаю, что завтра, «Шуинар». Там написано, что это триллер. В общем, что тут такое? С самого начала, вот я начала читать, в общем, было понятно, что здесь что-то не так. Роман начинается прямо со знакомства читателя с убийцей. Ну, и убийство тут прям тут же, практически реалити-шоу. И возникает вопрос, а в чем прикол? Ну, а далее мы следим за работой полиции там. И попутно слушаем рассказ убийцы о своем житии-бытии. Ну, там детство, жуткая мамаша, которую он, естественно, в итоге грохнул. Ну, сколько можно? Ну, и вот он знакомится с очередной кандидаткой на звание трупа. И все идет как по маслу. У него уже слюни текут. Но поскольку он психопат, он работает по схеме. А все, что кроме этой схемы, вообще пофиг. А в этом его трагедия. Потому что оказывается, что это новенькая псевдолохушка. Вы знаете, та еще то варят мороженое. И ее охота идет успешнее. Ну, и маньяк погибает, в общем. От ее рук раньше, чем успевает это понять. Да, как это... Все это напоминает старую поговорку, что против лома нет приема, если нет другого лома. Но это вот об этом все. Обычно я никогда не рассказываю о сюжете, потому что неинтересно читать. Упоминаю только тогда, когда хочу вас отговорить от покупки книги. Так и в этот раз. Потому что в целом эта муть не стоит внимания. А в чем тут дело, о чем и что, вы уже и так знаете с моих слов. Мне кажется, что это вполне достаточно. Для какого-никакого знакомства с книгой. И все. Бланка Липинская, 365 дней. Я так понимаю, что автор полька. И поэтому героиня у нее, само собой, тоже полька. Она такая, знаете, вся из себя. Прям Софи Лорен за пояс заткнет. Ну, и, конечно, с пустого места попадает прямо к симпатяшке в лапы. Это настоящие мафиози, а не что-либо как. Знаете, то есть Сицилия, Мама Мия, все такое. Ну, самой собой сначала угрозы, потом секс по согласию, потом амора с регистрацией брака. На этом все. Говорить больше не о чем. Слащава, грубовато, примитивно. Книга совершенно точно уходит. Я не вижу вообще, за что здесь можно зацепиться, чтобы ее оставить. Поэтому я с ней прощаюсь. Что-нибудь такое сентиментальное. Хелен Рольф. Библиотека всего на свете. Я, в общем-то, не оценила это все. Тут история об отношениях в маленьком городке, где все на виду. И когда появляется новый персонаж, болото начинает бурлить. Знаете, булькать так. Потому что все хотят новичку влезть куда-нибудь в сердце, знаете, в мозг, может еще куда. И он понимает, что с этим придется смириться. Но попутно тут, конечно, еще и типа и романчик наклевывается. И обязательно нужно разгадать загадку. И есть некая тайна. Ну, а еще, как водится, те, кто бросит, должны непременно помириться. Все проблемы исчезнут. И вообще полный порядок. Ну, молодая, может, это сказать. Роман такой, знаете, с претензией на глубокие чувства и драму. И все такое. Но, как мне кажется, получилось не очень. И книга идет на вылет. Без всяких сомнений. И еще из той же оперы, как мне видится, Лилок Миллс. Маленькая кондитерская в танк в луде. Романтичная такая слащавая история. Где финал, знаете, это поцелуи и не больше. Ну, так, для любителей ванильного жанра. Ну, прочитать, чтобы мило провести вечерок вполне, рассматривать это как что-то, что останется в памяти, там, для размышлений, ни в коем случае. В общем, я прочитала. И, как говорится, пока-пока. Еще у меня тут 18 плюс собралось. Викиланд. Отношения под запретом. Такая вот симпатичная обложка. Здесь что? В очередной раз мусолится история Золушки. Ну, она вся такая, знаете, пашет 25 часов в сутки. Рвет задницу на работе. А ее при этом еще, знаете, как это, не ценят. Подсиживают и здравствует увольнение. Но она так просто не сдастся. Она, знаете, хамит. Как извозчик. Ругается. Да. И в результате нравится гендиректору. Ну, а как же иначе? Потому что любой директор, он же, знаете, глава компании, он же спит и видит, как какая-нибудь пигалица, по-моему, его обольет, ни за что, ни про что. И все. Любовь со всеми вытекающими, подтекающими. Банально просто, ну, прочитаешь через 5 минут. Мозг это чистый. Листый. Берем другую книгу. Ну, собственно говоря, такие впечатления. Ну, кстати, по поводу Викиланд, мне кажется, это всегда так. Это такая газетка, знаете, в электричку. И вот еще из той же оперы мой породистый британец. Тут мусолится вопрос возрастной разницы и семейного положения. Герой Холост, 29 лет. Героиня, 34 года, вдова с ребенком. Ну, вроде бы все неплохо, но не без дури. Потому что героиню мучает то, что она изменяет память мужа. И чтобы ее это не щекотало, автор нам раскрывает карты. Ну, и ей, разумеется. Оказывается, что ее покойный муж был тот еще Криндель. Ну, в смысле, изменял ей направо и налево. И погиб, собственно говоря, поэтому. Он погиб в автокатастрофе, которая возникла в результате того, что ему по пути минет делали, собственно говоря. Ну, и все. Так что хэппи-энд, больше никаких угрызений совести. Амур-амур, заведем ребенка с новым мужиком. Ну, как-то так. Мой любимый негодяй Эй Данмар. Это вторая книга. Всего их три трилогии. Осталась у меня третья на закуску. Но это вот вторая. Что здесь? Очень даже неплохо. Смешливая такая, симпатичная сказочка, наверное, да. Без недостатков, которые были в первой книге. Потому что здесь как бы нет никаких несостыковок и все понятно. Суть в чем? Главный герой в 14 лет увидел девочку на лошади. Знаете, такой чуть постарше на годок. И все. Мозг получил серьезные повреждения. Ну, и поэтому он как помешанный с гвоздем в голове, что она то, что надо, будет с ним по-любому. Ну, все так и происходит спустя много лет. Почитать почему нет. Буду ли оставлять, не буду. Я уже говорила, определяться буду только тогда, когда будет прочитана и третья книга. Тогда уже будет как-то ясно картина. Оно вообще стоит того или нет. И нужно оно или... В общем, вы поняли. Иэн Клифс. Не мои голоса. Очень хороший детектив. Он такой уютный, атмосферный, обволакивающий. Прочитала на раз-два. Потому что интересно и затягивает. И героиня такая милая, знаете. Я даже не знаю почему. Она не молодая, толстая, пьет, ест, что попало. Никакого зож. Но при этом она такая вся из себя по делу, что читая, думаешь, как жаль, что среди знакомых нет такого товарища. Вот с кем было бы о чем поговорить под коньячок у камина. В общем, автору респект и уважение. Хорошая книга. Скорее всего, оставлю в библиотеке. Еще очень хорошая вещь. Оливье Нурек. Мертвая вода. Не помню, когда купила. В общем, это очень достойно. Ну, просто очень. Автор, на самом деле, ничего не изобретал при создании романа. Он просто берет набор известных и работающих приемов. Успешных компонует. И вуаля. Роман на пять баллов. Тут, как вендок, знаете, найдется все. Вот что хотите. Нуар, мрачность, и светлые чувства, и долг, и месть подвигу, и тайны, покрытые мхом, и там гаденькие людишки самой собой, облеченные властью какой-никакой. Для читательницы, опять же, интрига, удастся ли романчик. И главное, знаете, надежда. Даже если тебе морду разворотили так, что народ шарахается, не бери в голову. Непременно найдется нереально красивый, одинокий мужик, которому на это пофиг. А может, даже наоборот его это заводит. Ну, в общем, тебе будет хорошо. Оставлять не буду, потому что автор в финале вспомнил, что роман-то все-таки задумывался как в стиле нуара, понимаете, и быстренько дегтем подмазал концовку. Ну, типа, чтобы было мрачно и серьезно. За это минус, и книга отправляется гулять. А так, если бы на положительной ноте как-то все это завершилось, пологичнее я бы, наверное, оставила. Теперь уже осталось прям совсем-совсем хорошо. Прям вообще хорошо. Люсифолия. Квартира в Париже. Увидите Париж и умереть. Пометка 18+. И нет на этот счет никаких вопросов. Что скажу. Я видела много негативных отзывов на эту историю. И дескать, что это отстой, и помойка плачет по ней, и барахло, и все такое прочее. Как правило, это такая реакция у тех людей, кто вот читал список гостей. Это первая книга, которая вышла, и которым она понравилась. Я с этим категорически не согласна. Список я читала, но если вы меня спросите, о чем там речь, я вам не скажу. Потому что это стерлось из памяти практически сразу. А значит, мозг решил, что это вообще пустое, и помахал ручкой. А вот квартира в Париже, и это вообще другой калинкор. Фишка романа в том, что автор сразу объявляет нам убийство. Не предъявляя при этом трупа. И начинается... Не предъявляя при этом трупа, и начинаются поиски. И как бы непонятно, было, не было. Но на самом деле убийство было. Фокус в том, что труп другой. И мотив другой. А вот набор персонажей не изменен. Герои все равнозначные. Они интересные, они разносторонние, по-своему симпатичные. Они с сильным характером. Они, ну, как это сказать... Несмотря ни на что, вызывают при прочтении бурю чувств. Им хочется посочувствовать. Им симпатизируешь. Когда ты ругаешь, когда ты упрекаешь в глупости, слабости, никчемности. Все что угодно. В общем, но единственное, что не получится, это игнорировать. Вот. Потому что они такие вот, настолько цельные. Настолько они настоящие. Слов нет. В чем, собственно говоря, тут сыр-бор? Герой романа, молодой человек, кажется, его зовут Бен. Это такой из себя солнечный мальчик. Знаете, прям шумахер в молодости. Все любят, все на все готовы. Почему? Ну, потому что обаяние бьет через край, понимаете? Харизма, море, бездна, воля, силы характера, четкое знание психологии, там, сметающая все улыбка, умение точно распознать, где посмеяться, где быть серьезным, где уступить, где нажать, кого и когда, и как пожалеть, там, кому прижаться. И все без ошибок. Ну, одним словом, товарищ, понимаете, который без мыла в задницу влезет, вы не заметите. Честное слово. Ну, и вот что происходит. В общем, жила себе компания по своим каким-то кулуарным таким законам в доме. Ну, и все было тихо, мирно. Ну, тут появился этот Бен и компаньон. Они готовы просто сожрать друг друга. Лишь бы он их отметил, выбрал и, выражаясь, знаете, как это непристойно, полюбил. Ну, кого в прямом смысле, кого в переносном. Герои-то все разные. Ну, кроме того, в романе фигурирует тема ЛГБТ в таком сентиментальном ключе. Один из героев этой книги, симпатяшка, он латентный гей. Ну, то есть, скрытый даже от самого себя. На самом деле, таких много. Они как-то и даже сами не могут всю жизнь прожить. В общем, эти мужики не подозревать о том, что они геи. Потому что геями они, собственно говоря, становятся только при наличии катализатора. Появится, не появится в этом весь вопрос. Да, и, в общем, они, как правило, не могут жизнь прожить, так и не разбудив себе это дело. Но не в этот раз. В общем, этот симпатичный герой встречается, молодой человек, встречается с девушками. Ну, знаете, как-то все без любви и восторга. Он все время думает, что барышня не та. И вдруг внезапно накрыла вот с той стороны, откуда не ждали. В романе подробно описывается, в общем, эта сцена 18+. Очень сильно, очень грамотно. Приводится она в качестве воспоминания героя. Он как бы заново это переживает. И вот в конце этого воспоминания делает вывод. Я не точно процитирую, потому что, ну, как это сказать, дословно, может быть, что-нибудь, что-нибудь я упустила в этой фразе. Но попробую все-таки. А цитата примерно такая. Я понял, что самое прекрасное в моей жизни – это когда его член был у меня во рту. Упс. Ну, вот такая трагедия, понимаете. Ну, стоит ли говорить, что это обожание, оно не разделенное. Я думаю, и так понятно. Мораль вообще басни всего того, что я вам, как это сказать, озвучила. Книга остается у меня на полках. И это потому, что это сильно, потому что это серьезно. И по всей мести она будет бороться за звание лучшей книги года. Но почему нет? У нее есть все шансы на это. И лучшая книга в этот раз называется «Привет прошлому видео. Будете смеяться. Но что делать?» А это Татьяна Орлова «Набери мой номер ночью» в коллекции 18+. Начнем с чего бы начать. Начнем с обложки. Как-то я в прошлых роликах о прочитанном показывала вам книжку. Как же она называлась? Не помню, кто автор. «Девственница на три дня», по-моему. Там жуткая обложка, которая предполагает какую-то жестокую садмазу, там еще что-то. Я вам говорила, что на самом деле книжка ванильная. А вот здесь все наоборот. Вот, на самом деле. Да, в общем, такая вот вся из себя ванильная обложка. На самом деле это книга про садмаза. Но в необычном ключе. Почему вообще книга-то и, собственно говоря, претендует быть лучшей в этот раз? Я пока такого не встречала ни у одного автора. Ни у наших, ни у зарубежных. А это, ну, как это сказать, раскрытие темы садмаза в непривычном ключе. Здесь автор рассказывает о том, что сама идея – это не плетки и кляпы, которые, как правило, авторы пихают во все вот это вот всякие там шлепки там, шелковые пояса, которыми руки связывают и все такое прочее. И как бы вот на это упирается, на весь этот тураж, что это и есть вот эти вот отношения там того, кто сверху, того, кто снизу. Как же это, по-моему, называется? Доминанты саба, кажется так. Ну, в общем, а здесь автор рассказывает, что на самом деле это все не так. И что все это полная ерунда. И что все это может вообще отсутствовать в жизни. При этом у пары будут отношения вот именно в этом ключе. Да. Потому что смысл в том, что тот, кто снизу, получает удовольствие от того, что за него принимают решение. Ему это нравится. А тот, кто сверху, получает удовольствие от того, что решение, которое он принимает, доставляет удовольствие тому, кто снизу. Вот и все. Понимаете? И это, и в итоге книга, которая целиком посвящена вот этой вот теме сада Маза, она становится легкой, симпатичной, приятной, милой. Здесь нет никакого трэша, здесь нет никакой грязи. Она абсолютно, ну, как бы сказать, она абсолютно какая-то ванильная. При том, что здесь все есть. Там и сцена 18+. Все нормально вообще, придраться не к чему. Все как бы на 5 баллов. Но при этом она вот, она какая-то симпатичная. Автор дает хэппи-энд, но с такими соговорками. Потому что герой так, ну, как бы сказать, со своими игрушками в избушке. Вот. Но тем не менее, она позволяет, как бы сказать, автор в этой книге рассказывает об этих отношениях с садом Маза. С такой позиции, что вот читаешь, и ты понимаешь, что на самом-то деле и я тоже не против. Если так. Ну, мне кажется, очень интересно посмотреть на все на это со стороны и прикинуть, что на самом деле прячется, ну, как сказать, в чем суть-то вообще вопроса. Потому что мишура, ну, а то и мишура, что ничего не значит. В общем, очень интересная вещь. Определенная, я говорю, книга лучше в этот раз. Я ничего подобного не встречала. Понятия не имею, будет ли она, так сказать, участвовать в гонке за звание лучших дней в годы. Не знаю, что еще, какие впереди там книжки машут ручкой с пометкой 18+. Может быть, там еще что-то будет интересное. Но в любом случае вещь стоящая. И что самое привлекательное, книга недорогая. То есть я посмотрела на лабиринте 300 с чем-то рублей, что ли. Ну, как бы, вообще не вопрос познакомиться. Ну, вот такие книги были в этот раз. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.